Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый Дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Привет, это подкаст «Медуза в курсе». Меня зовут Лика Кремер. И сегодня со мной в студии мои коллеги, генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко. Очень важно, здравствуйте. И главный редактор Иван Колпаков. Привет. Обычно в «Медузе в курсе» мы говорим про самые главные события недели. Но сегодня мы решили целиком посвятить выпуск вопросу, сможет ли Алексей Навальный стать президентом. Это вообще фантастический сценарий или реальный? При этом этот вопрос сразу, сходу можно разделить на две части. Потому что мы должны определиться с тем, что мы имеем в виду под стать. Стать – это прийти к власти, в смысле, допустят ли его до выборов, учитывая его непогашенную судимость. Или проголосуют ли за него. Или вообще сможет ли он быть президентом. Понимает ли он что-то про эту страну. И достаточно ли у него знаний. Хороша ли его программа. Справится ли он, если его выберут. Ну и на первый вопрос, на самый первый. На который вы уже все забыли. Ну, я напомню. Сможет ли Алексей Навальный вообще стать. В смысле, сможет ли он победить на выборах. Я сразу отвечаю «нет». Потому что мне кажется, что это ему никто не позволит. Это абсолютно фантастический сценарий. И я знаю, что Ваня со мной не согласен. Ну, я не полностью с тобой не согласен. Я не думаю, что здесь, к сожалению, в этой студии есть люди, которые уверены в том, что Алексей Навальный, по крайней мере, в 2018 году станет президентом России. При этом мне кажется, что уже вопрос о том, зарегистрируют ли его кандидатом, это абсолютно легитимный вопрос. Еще год назад я и многие другие люди сказали бы, что в принципе не стоит задавать такой вопрос. Это бессмысленно. Но после того, что произошло в этом году, а именно после акции 26 марта и 12 июня, 7 октября, после того, как выяснилось, что Навальный – это настоящий федеральный политик с высокой узнаваемостью в регионах. Навальный – это человек, у которого есть очень эффективная политическая инфраструктура. Возможно, он единственный политик в России, у которого есть такая инфраструктура. И это все, в принципе, невозможные вещи. В 2013 году, когда Навальный участвовал в выборах мэра, это тоже была абсолютно невозможная вещь. Никто тогда тоже не верил всерьез, что его допустят до участия в выборах. Никто не верил всерьез, что «Единая Россия» поможет ему преодолеть муниципальный фильтр. Никто не верил всерьез, что он наберет почти 30%. Ваня, я бы возразила, что легитимность не делает вопрос осмысленным. Вопрос, допустят ли его до выборов, бессмысленный по-прежнему, хоть и легитимный. В общем, вся деятельность Государственной Думы нам доказывает, что можно быть легитимным и абсолютно бессмысленным. Его конкретно, совершенно точно никто не допустит до выборов. Давайте не будем сравнивать выборы мэра Москвы, где, да, действительно ему помогла «Единая Россия» в каком-то смысле, и Собянин, по некоторым данным, просто показал на него пальцем, как на хорошего спарринг-партнера. Здесь ему никто не может позволить быть спарринг-партнером. У Путина не может быть спарринг-партнеров. По определению, никто не выпустит на ринг Навального. Поэтому мне лично более интересным кажется вопрос, сможет ли он стать президентом в том смысле, насколько он способен. Он заявил о своих возможностях, но насколько он способен. Почему этот вопрос важный в ситуации, когда мы не верим в то, что его вообще даже допустят, не то, что в то, что он победит? Зачем тогда его оценивать, его возможности, его качество, его программу, если это не реальный сценарий? Что меня всегда умиляет в русских людях, так это способность жить одним днём. Видите ли, в чём дело? В жизни не стоит на месте. Пять лет назад Навального как политика не существовало. Сейчас он существует как федеральный политик. Более того, его поддерживают, я бы сказала, миллионы граждан, не сотни, даже тысяч, а миллионы граждан его поддерживают и, в принципе, могли бы за него проголосовать. Владимир Путин не вечный. Навальный развивается. Жизнь идёт вперёд. У нас, конечно, создаётся ощущение, что сегодня тот же день, что был вчера, но это не так. И сейчас для него есть эта прекрасная возможность, что называется, накачать мышцы, что называется, создать инфраструктуру, подготовиться. Потому что, например, у Владимира Путина, когда он пришёл, у него в качестве его инфраструктуры была только его предыдущая работа, то бишь Федеральная служба безопасности. Вот оттуда и пошли и повадки, и замашки, и законы, а дальше уже и правила писанные и не писанные. А у Навального есть возможность в реальном политическом поле построить сейчас реальную политическую структуру и подготовить эту структуру, как и общество подготовить к такой простой мысли, что Путин не вечен и что когда-то придётся эту власть переизбрать. Желательно, законным способом. Хорошо, а скажите мне, почему тогда за этим вообще... Ну, я понимаю, почему за этим интересно следить медиа, потому что это какая-то движуха. А почему за этим должно быть интересно следить гражданам, тогда как мы понимаем, что это какая-то подставная история и обречённый на провал... Потому что это не подставная история. Потому что это вообще не подставная история. И если мы сделаем шаг назад и вернемся к истории про легитимность вопроса о том, зарегистрирует ли его кандидат или не зарегистрирует, в этом, собственно говоря, весь фокус. Фокус в том, что когда мы переходим от рассуждений в воздухе, каким бы мог быть Навальный президентом и так далее, к вещам сугубо практическим и к реальной политике, выясняется, что Навальный, человек, которого, очевидно, совершенно система в себя не пустит ни на один сантиметр, даже несмотря на это, несмотря на то, что вокруг него построили высокую стену из кирпича, он в состоянии через эту стену перепрыгнуть. По крайней мере, он уже это делал. И поскольку есть такой вопрос, интересно обсуждать, каким он будет президентом. Поскольку он ведет реальную избирательную кампанию, это настоящая избирательная кампания, у него настоящие штабы открыты по всей стране, он написал настоящую политическую программу, к которой много претензий, но мы ее обсуждаем. То есть это полезное обсуждение, и это полезный процесс, хотя он и совершенно... В смысле, это реалистичное обсуждение. Мне кажется, дело даже не исключительно в полезности или неполезности этих действий. В смысле, это уже повестка, да? В смысле, чтобы что обсуждать, чтобы что, если он никогда... Слово никогда мы не употребляли. Слово никогда вылика немножко передернули. Ну, смотрите, даже из того, что вы сейчас говорите, получается, что у нас есть какой-то выбор между Путиным и Навальным. Хотя, вообще-то, хотелось бы, чтобы этот выбор был гораздо многообразнее. И я понимаю, в общем, тех людей, которые говорят, что, ну, я там не буду выбирать между Путиным и Навальным, или я не буду голосовать за Навального, хотя и Путин мне не нравится. И непонятно, чем в этом смысле Навальный может таких избирателей привлечь. Каких избирателей? Которые говорят, что Путин не нравится, но и Навального они как бы тоже, он для них не вариант. Ну, во-первых, все-таки очевидно совершенно, что есть некоторое количество людей, которые перешли из состояния полной политической апатии в некоторую активность. Да, ну, то есть... Ну, и еще тысячи, которые перешли в состояние апатии. Несколько лет назад, да, как бы беспрерывно обсуждалось, что люди в России ничего не в состоянии сделать. Это как бы пик протестной активности, и весь потенциал протестной активности, он выразился в том, что люди взяли смешные плакаты и вышли на улицу. Как только случились заморозки, эти люди спрятались по квартирам. Но несмотря на то, что после этого случилось 6 мая, болотное дело, крымские события, да, которые просто перевернули внутриполитическую ситуацию, невзирая на все на это, сейчас есть сотни людей, которые занимаются буквально политической деятельностью, организуют митинги, выходят на эти митинги, работают в штабах, раздают агитационные материалы. Я бы поправила тебя, что все-таки их тысячи. Тысячи, да-да, конечно. На самом деле это, конечно, тысячи людей в ситуации, которая не предполагала возникновение таких людей. Это во-первых. Во-вторых, ну, это все-таки есть... Это в некотором смысле мы сейчас говорим, да, о политических технологиях. Их политические технологии работают. Если ты ходишь от двери к двери, если ты честно занимаешься агитационной работой, если у тебя довольно ясная программа, если ты находишься во взаимодействии с этими людьми, то ты можешь победить на выборах. Вот пример нашего... Ты не можешь победить на этих выборах. Неправда. Вот пример, который мне самому кажется до сих пор невероятным. Я испытываю эйфорию, честно говоря, когда я об этом думаю. Это бывший специальный корреспондент «Медузы» Илья Азар, который честно провел избирательную кампанию. Честно, в том смысле, что он ее хорошо провел, он ее проводил. Он ходил от двери к двери, и он победил на выборах в муниципальный округ в Москве, в Хамовниках. Во-первых, нужно знать, конечно, Илью Азара, да, чтобы по-настоящему наслаждаться этим фактом. Но это говорит о том, что на самом деле технологии работают. Есть некоторый набор, как бы, практик во взаимоотношении с избирателями, да, там, во взаимодействии с избирателями, которые приводят к тому, что твоя узнаваемость повышается, лояльность избирателей к тебе растет, и так далее, и так далее, и так далее. Что потом ты как бы с этим капиталом сделаешь, непонятно. Сможешь ли ты им распорядиться, тоже непонятно. Ну, таким образом, получается, что вот то, что вы сказали, Галь, про героя, за которым интересно наблюдать, и то, что говорит Ваня, это означает, что Навальный – это такой плакат с бургером вкусным, но это не бургер и не бургерная. Это некоторая картинка, которая учит нас, какой красивой может быть избирательная компания, или каким симпатичным может быть кандидат, или какая может быть альтернатива, но при этом на самом деле это не альтернатива, не кандидат, и это не рабочий сценарий. Мы дошли до того, что Навальный – это морская свинка, да, не морская и не свинка. На самом деле смешно. Я бы сказала, что рискую, как всегда, прозвучать назидательно, но я бы рискнула сказать, что с моей точки зрения самое главное из того, что сейчас делает Навальный, это он преодолевает ту самую выученную беспомощность, которую вы, Лейка, сейчас нам демонстрируете. Простите меня за прямоту. Видите ли, в чем дело? Самое неприятное, что произошло с нами за эти годы – это не Владимир Путин совсем, не идиоты из Государственной Думы совсем. Простите, это оценочное суждение, но иначе я их IQ оценить не могу. Не всевластия силовиков. Это, к сожалению, выученная беспомощность хороших и умных людей, которые каждый раз повторяют, а что мы можем сделать? И у них на глазах. Сорокалетний мужчина тоже, в общем, скажем откровенно, не очень выдающихся умственных способностей. Уж так, не будем слишком комплиментарны к Алексею Анатольевичу. Всем досталось, как обычно. Так вот, демонстрирует им, что если у тебя есть план, если ты четко его придерживаешься, если твои идеи таковы, что ты можешь привлечь соратников, плюс ты не боишься, у тебя начинает что-то получаться даже, казалось бы, в невыносимых условиях. И в этом смысле Навальный работает на наше общее будущее. Я больше всего ненавижу выученную беспомощность. Я больше всего ненавижу слова, а что мы можем поделать, они все равно нарисуют. Нет, так было много раз, и история учит нас, что когда-нибудь это заканчивается. Советский Союз тоже был навсегда, пока не кончился. Да нет, я как раз призываю относиться к этому реалистично. Дело не в выученной беспомощности, а в том, что я, может быть, и пойду, и проголосую даже за Алексея Навального. А что вам мешает? Объясняю. Я проголосую, и это будет не эмоциональный выбор, это будет рациональный выбор, потому что... Можно я с вами не соглашусь? С моей точки зрения люди голосуют. Смешная сейчас будет аналогия с Ельцином. Кстати, Навальный постригся, мне кажется, что он специально постригся так, чтобы все больше и больше напоминать Ельцина. Но неважно. На самом деле люди голосуют сердцем. Есть очень небольшая прослойка людей, которые голосуют рационально. На самом деле они голосуют сердцем, потому что я не понимаю тогда, как люди 25 лет голосуют за Явлинского. Понимаете, но с точки зрения рационального это абсолютно непредставимая ситуация. То есть Григорий Явлинский 25 лет, когда что-то происходит в стране, исчезает наглухо. Потом, когда все заканчивается плохо, он вылезает и нудным голосом нам говорит, что он так и знал, что именно так и будет. Рационально. Можно себе представить во главе России человека, который, когда все... все пойдет прахом, выйдет и скажет, я ведь вас предупреждал. Это нерационально. Кто в здравом умеет твердой памяти рационально проголосует за господина Зюганова? То есть если можно представить себе политика, за которого никогда не нужно голосовать, это Зюганов. Потому что из него такой же коммунист, как из меня нежная фиалка. Понимаете, они голосуют сердцем. И за Путина голосуют точно так же. Эмоционально. Путин рождает в своем электорате какие-то такие чувства, что они идут и голосуют. Так вот у Навального этого эмоционального потенциала гигантское количество. Мы покажем, что мы главная лидирующая организационная политическая сила в стране. Мы такая и есть! Хорошо. В чем, на ваш взгляд, кроме того, что он супергерой, потому что примерно это вы сказали, Галя, в чем еще сила... Не отказывайся от своих слов, он супергерой. Хорошо. Кроме того, что он супергерой, а на мой взгляд, картинка супергероя, в чем еще его сила? В чем сила Алексея Навального? Сила в том, что он плакат, безусловно. Как раз ты говорила о том, что хороший кандидат в президенты, безусловно, должен быть плакатом, на котором нарисован бургер. Более или менее. И, как мы видим, на самом деле, люди эмоционально голосуют не только в Российской Федерации, но и по всему миру. И Брекзит, и голосование за Трампа, это все более-менее эмоциональное голосование. Вряд ли рациональное. Так, так возвращаясь к вопросу о том, в чем сила Алексея Навального. В том, что он способен привлечь эмоциональную реакцию и эмоциональные голоса. Дальше, еще. Как бы это единственное пока что прозвучало. Кроме того, что он плакат, он еще что? Алексей Навальный, это еще и очень хорошая система управления. На примере его штабов можно очень четко проследить, как строятся настоящие партии. Как открываются штабы, как работают активисты, как они защищены или не защищены с точки зрения закона, как они взаимодействуют друг с другом, как он строит эту структуру, и еще, конечно же, как он использует масс-медиа, став сам масс-медиа, для продвижения своих идей. Вообще не согласна, что это хорошая структура, потому что она построена на эмоциях. А хорошо работающая и долго работающая структура, а не под выборы, должна быть построена рационально. Расскажите это мне, главному редактору, никогда в жизни ни одна структура не строится на рацио. Всегда она строится только на идеи, только на мечте о прекрасном будущем. Гениальные слова Уолта Диснея, мы хороши настолько, насколько хороший наш будущий фильм, они ровно только идея. После этого под эту идею выстраивается рацион. Да, так в том-то и дело. Я говорю, что идея, безусловно, идея первичная, я абсолютно с вами согласна, но просто дальше нужно выстраивать работающую структуру. И то, что сейчас мы видим, всё, что вы рассказываете про штабы, это невозможно сейчас оценить рационально. Почему? У вас есть статистические данные, у вас есть данные о том, что пять лет с Болотной площади, после принятия всех законов о митингах, после всяких дополнительных ужесточений, которые связаны с одиночными пикетами даже, вот это всё потрое не собираться, люди не выходили на улицу ни разу. Даже тот самый, там, когда-то марш мира, когда-то марш против закона о запрете иностранного усыновления, они не собирали такое количество людей. Но штабы Навального сделали так, что вышла не только Москва. Помните, пять лет назад все смотрели, а что Москва? В Новосибирске пять человек потоптались перед зданием на главной площади и ушли. А что Москва? А что Москва? А здесь Россия не ждала, что Москва. То есть сто городов встали и сказали, нет, да, мы против коррупции. В этом смысле, как показатель эффективности, это колоссальная эффективность. Дальше было 12 июня, дальше было 7 сентября, когда власть сделала всё, чтобы этого не произошло. Но это произошло даже в отсутствие Навального. Разве это не говорит о хорошей организации? По мне, так это всё ещё плакат работает. Хороший плакат, отличный плакат, но всё ещё плакат. Ну, это не совсем правда, потому что всё-таки есть фонд борьбы с коррупцией, одно из самых эффективных российских НКО, которое с невероятной скоростью и в невероятных количествах вубликует резонансное расследование, к которым, безусловно, есть вопросы, чисто с технологической точки зрения. Но вообще-то это эффективно работающий механизм. Это механизм, который сам себя, причём сам себя окупает. Это огромное, важное НКО, которое реально живёт на пожертвования граждан. И, безусловно, если ты не владеешь технологиями, если ты не умеешь управлять людьми, ты просто не построишь систему, штабную систему так, как она выстроена сейчас у Навального. Поэтому мне кажется, что всё-таки аргумент о том, что эти ребята ничем никогда не управляли, и на самом деле это всего лишь плакаты, и это просто игра на чувствах школьников, ну, это просто неправда. В смысле, эти ребята строят настоящую систему. Единственную систему, единственную политическую и реально работающую политическую структуру в России. Единственную. И тут опять, это как бы тот факт, что она единственная, даёт ей одновременно кучу плюсов и для меня одновременно кучу минусов. Потому что мне бы хотелось, чтобы у Алексея Навального появились конкуренты. Это нормальная претензия, но это абсолютно нормальный вопрос. Мне бы тоже хотелось, чтобы выбирать приходилось не из Алексея Навального и Алексея Навального, а из 10 мощных, хороших, независимых политиков, за каждым из которых есть крутая команда, у каждого из которых есть узнаваемость у граждан. И которые дискутируют друг с другом, а не с горой. Но это не проблема Алексея Навального, что нет других людей. К сожалению, это его проблема. В смысле, это не он в этом виноват, но он с этим столкнулся, ему с этим надо что-то делать. Коллеги, а вы как считаете, эти конкуренты, они что должны самозародиться, что ли? Они как-то появляются. Но вы почему-то сбрасываете со счетов, например, Дмитрия Гудкова. Нет, я не сбрасываю со счетов Дмитрия Гудкова. Который поднялся как раз сейчас, как конкурент Навального, который собрал пусть меньшую команду, но немножко на других принципах. Это совсем другой человек. И они с Навальным не так, чтобы сильно друг друга симпатизируют. И еще раз я скажу, это как бы понятное нетерпение, но они не самозародятся в одну секунду. Они месяц от месяца, год от года, скорее всего, так и будет происходить, если Алексей Навальный будет продолжать, а не будет делать такого количества ошибок, которые он стал делать в последнее время, к моему сожалению. Вы сейчас так дойдете до Ксении Собчак, осторожно. Нет, с Ксенией Собчак я, пожалуй, не стану связываться. Мы с ней в разных весовых категориях. Мне кажется, что в этом есть некоторая красота текущего политического момента. Она заключается в том, что даже если Алексея Навального не зарегистрирует кандидатом в президенты, он является кандидатом в президенты. Даже если Ксению Собчак зарегистрирует кандидатом в президенты, она не будет кандидатом в президенты. И, собственно говоря, это как бы весь мой комментарий по поводу Ксении Собчака. Ты имеешь в виду де-факто? Ну, конечно. В смысле, это даже неинтересно обсуждать. Мне вот, например, интересно обсуждать, потому что я поскучнела, мне не хочется всем защищать Алексея Анатольевича, мне хочется попинать Алексея Анатольевича. Да, безусловно. В смысле, пинать – это вообще гораздо приятнее. И мне, например, пинать просто привычнее. Можно я ещё раз поглажу, Алексей? Давай, вы начнёте пинать, я буду защищать, я вам обещаю. Можно я сначала поглажу, а потом начну пинать? Давайте, да. Потому что что ещё хорошего в ситуации с Навальным, не у самого Навального, в ситуации с Навальным, то, что это и для нас очень хороший повод привыкнуть к тому, что любого кандидата в президенты и даже человека, который стал президентом, не просто можно, его нужно критиковать. Критиковать жёстко, критиковать придирчиво, к нему нужно придираться, каждая лыка в строку, каждый промах нужно сечь и тут же указывать на него. Мне кажется, что это очень здоровая история, да, когда ты не растишь себе героя без страха и упрёка, а когда ты понимаешь, что это живой человек, который совершает ошибки, и ты говоришь, о-о-о, вот это сейчас было прям совсем плохо. Вот. Если говорить о совсем плохо, если уж вы меня призвали жечь, то история с тем, что Алексей Анатольевич Навальный собирается в прекрасной России будущего, даже не буду говорить три раза ха-ха, табличку сарказмом тоже вешать не буду, в прекрасной России будущего запретить олигархам и крупному бизнесу владеть медиа. Вот. В этот момент я развожу руками и говорю, юноши вы казались мне более зрелым, взвешенным и, с позволения сказать, умным человеком. Ну, подождите, сейчас теперь защищу его. Ну, он же имеет в виду, что вот так, как сейчас, плохо. И он, как и вся его программа будет по-другому. Я сделаю хорошо. И так делает любой кандидат президента. За всё хорошее против всё плохого. Он скажет, вот у вас сейчас нехорошо, смотрите, как у вас, у вас Илонный Первый канал, и то, и сё, и пятый, и десятый принадлежит, всё контролируется, а я сделал так, что не будет. А для этого нужно отстранить этих богатеев от СМИ. Ну, вот он примерно это вам говорит. Ну, в смысле? Мне кажется, что это просто плохо написанная часть программы. Да это не программа, это так, реплика там была. Ну, это программа, они называют это программой, и мы тоже позволим себе называть это программой. Мы не видели никаких других программ, никаких других кандидатов в президенты. Кажется ли это так сколько? Может быть, никогда? Ну, то есть, в смысле, это ребята называют своей программой, поэтому мы это обсуждаем. Они это написали, они отвечают за свои слова. Конечно, немножечко обидно, что человек, который так хорошо понимает, как устроены медиа, и так умело пользуется на самом деле медиа, как инструментом, я говорю сейчас не про других журналистов, я говорю сейчас не про других журналистов, я имею в виду, что у него есть вот это природное понимание того, как устроены медиа вообще, не какие-то конкретные издания, которыми он якобы пользуется и манипулирует там, и так далее, и так далее. Просто он реально, у него есть, он такое животное, да, медийное, он умеет себя правильно представлять в лучах софитов. Это замечательное качество для любого политика. Ну, как человек с таким природным, с таким животным пониманием медиа может представлять людям такую удивительную, такую бестолковую часть, да, там, про медиа внутри своей программы, ну, это большой вопрос. Самая главная проблема в этой части программы, она заключается в том, что в ней утверждается, что медиа – это очень специфический бизнес, который обслуживает общественные интересы, что абсолютной правдой является. Но все, что он предлагает, это как раз то, что сама по себе идеология как бы этой части программы, она какая? Мы должны запретить плохим людям владеть средствами массовой информации. И это абсолютно путинская идеология. Да он предлагает, но одновременно путинская. Это путинская идеология, потому что Путин считает, что тот, кто платит, тот и танцует. Вот это вот отвратительное выражение, я ненавижу его как бы в любой сфере жизни, оно в любом контексте, мне кажется, отвратительным. Но в случае с медиа оно, мне кажется, особенно чудовищным, потому что оно явно демонстрирует полное непонимание того, как устроена журналистика. Честно говоря, эта часть программы вызывает вопросы. Не то, чтобы я точно знаю, что нужно сделать, потому что вообще непонятно, как сковырнуть эту... Ну, в смысле, есть гигантская инфраструктура, которая оплачивается из государственного бюджета. Я сейчас не говорю даже про квазинезависимые медиа российские, которые как раз-таки принадлежат тем самым олигархам, которых собирается ущучить Алексей Навальный, который объявил себя кандидатом в президенты. Я говорю сейчас конкретно про государственные медиа. Государство напрямую в России владеет крупнейшими средствами массовой информации, именно федеральными телеканалами. Государство напрямую владеет гигантским количеством региональной прессы. Посмотрите, просто мы буквально в этой же студии обсуждали с Алексеем Ковалевым его расследование по поводу медийной империи Сергея Семеновича Собянина. Тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч людей работают в этой структуре. Что с ними дальше делать? Ну, то есть, не существует одного очень простого ответа. Ну, типа, приватизируем телевидение. Или закрываем все региональные издания, которые поддерживаются местным бюджетом. Ну, помимо всего прочего, это еще люди идут с вещами на выход. Ну, то есть, в принципе, это, наверное, может быть мерой. Наверное, можно так поступить, но нужно иметь в виду, что будут некоторые последствия у этого. Ну, раз Лика перестала защищать Навального, я тоже перестала защищать Навального. И скажу вот что. Видите ли, история со СМИ показывает нам одну черту, которая как-то все больше и больше проявляется в нашем бургере, скажем так. Это стремление дать простые ответы на сложные вопросы. К сожалению, да, это абсолютно путинская история. Кто виноват в том, что мы так плохо живем? Ну, для того, чтобы объяснить, нужно примерно два часа. Причем с цифрами в руках, почему мы так плохо живем или почему мы так хорошо живем. Но есть простой ответ. Американцы. Они все желают нам зла. Окей, отлично. Только это ничего не решает. Другой простой ответ олигархи. Да. Другой простой ответ олигархи. Злые дядьки, которые дергают за ниточки. Понимаете? И это, да, это то, что называется популизм. И это то, куда все больше и больше Навальный склоняется. Потому что и последние его расследования, и последние его видеоролики – это немножко размахивание руками и немножко больше лозунгов, чем мне нужно. Да, конечно. Это простые ответы на сложные вопросы. Это еще и потому, что вы на самом деле не совсем обычный избиратель. Вы взыскуете совершенно другого. И у меня нет ответа на вопрос, так ли должна выглядеть программа. Ну, то есть тут есть несколько важных нюансов. Все-таки будем справедливы, да. Во-первых, команда Навального, очевидно, способна эту программу менять. И она способна ее развивать, реформировать, уточнять, корректировать и так далее, и так далее. Нужное подчеркните. То есть вот история со страшным как бы срачем, в котором участвовал экономист Мовчан, да, жестко раскритиковавший экономическую программу Навального и самые слабые ее места, она чем закончилась? Она закончилась тем, что ребята сели и начали править свою экономическую программу, да. Как бы это неприятно, да. Но, собственно говоря, как бы в этой дискуссии уточняются важные моменты. Это необходимая часть подготовки хорошей политической программы. Откуда у вас возьмется хорошая экономическая программа, если нету хороших экономистов? Если нет никаких think tank'ов, да, как бы если нет никого, кроме системных либералов, которые и так как бы сотрудничают с властью, приносят новые и новые и новые и новые программы спасения России, и эти программы не принимаются? Откуда это возьмется? Ну, потому что единственный в моем представлении хороший, извини, перебью просто коротко, способ эффективной борьбы с геронтократией, это быстрая и эффективная обучаемость. В том числе нужно научиться, на самом деле, конечно же, и Навальному, и многим другим политикам, нужно научиться высказываться по темам, в которых они ничего не понимают. Это абсолютно нормально, да? О, и тут на помощь приходят журналисты, потому что мы в основном высказываемся по темам, в которых мы занимаемся. Совершенно верно. Именно этим мы и занимаемся более или менее. И делаем довольно ловко это иногда. Второй пункт. Второй пункт, мне кажется, очень интересным, потому что вообще как бы вопрос о том, какой должна быть программа, он кажется специфически российским, потому что мы давно не сталкивались с политическими программами, с настоящими. Но, например, как бы вот это большая серьезная дискуссия среди людей, среди политических обозревателей, среди людей, которые следят за политическим процессом в США. Во время последних президентских выборов в Соединенных Штатах Америки мы видели две программы. Программа Трампа, которая сплошь состояла из лозунгов и была совершенно нереалистичной. И она абсолютно была непрагматичной. И была программа Хиллари Клинтон, которая была построена на политическом прагматизме. Она не обещала того, чего она не сможет сделать. Ни в коем случае. Она про это еще и в книжке потом пишет. И в последней своей книжке, которую она выпустила после проигрыша на выборах. И в интервью она про это не раз говорила. И она проиграла. То есть ты не обязательно с хорошей... Не обязательно у тебя хорошая реалистичная программа, которая устроит экономиста-мовчина, как бы топ-менеджеров, медузы, которые разбираются в медиа и так далее, и так далее, и так далее. И это совершенно не гарантирует тебе того, что ты с ней победишь. То есть на самом деле программа, безусловно, это листовка. Ну, конечно. Но хотелось бы, чтобы эта листовка тоже была написана грамотно. Чтобы в ней, по крайней мере, не было вещей, которые тебя возмущают. Ну, это же чудовищная вкусовщина. Причем такая... А неправда. Ну, вкусовщина и ширпотреб. В смысле вкусовщина? Свобода слова не rocket science, да? Как бы всем примерно понятно, как это работает. Зачем нужна журналистика? Какую функцию выполняют медиа? В том числе, кстати говоря, это вообще интересно, по всей видимости, это важный вопрос в контексте компании Навального, потому что у него не только странный набор тезисов в части программы, касающийся медиа, но и сам он довольно странно иногда выступает по поводу журналистов. То есть есть знаменитый пост, из-за которого очень многие журналисты возбудились, в котором Алексей Навальный сказал, что вообще-то я считаю, что, ну, грубо говоря, я сейчас, к сожалению, не смогу по памяти точно процитировать, и простите, если я сейчас налажаю, но мне помнится, что он написал что-то типа того, что мне не нужно давать интервью, потому что я сам медиа, да? Ну, это так. Какой смысл давать? Зачем мне взаимодействовать с журналистами, если я могу обратиться к аудитории напрямую? Это, безусловно, так. И это право любого человека, любой человек имеет право отказаться от общения с журналистами, особенно если у него есть свои собственные инструменты для взаимодействия с аудиторией. Но есть одно исключение. Если ты государственный служащий, ты, сука, будешь терпеть журналистов, и ты обязан по закону отвечать на их вопросы. И если ты говоришь, что ты завтра собираешься стать президентом этой страны, ты должен разговаривать с журналистами. Ничего не поделать, журналисты представляют общество. Они будут задавать тебе вопросы, на которые тебе не хотелось бы ответить. И в этом их функция. Больше того, задавая свои неприятные вопросы, точно так же, как экономисты, критиковавшие твою программу, они будут помогать тебе четче сформулировать и лучше сформулировать то, что ты хочешь сделать. И быть конкурентоспособнее. Но ты же сам только что сказал, что программа, это вообще, она может не иметь отношения к тому, что ты хочешь сделать. Нет, есть какие-то знаковые вещи. Видишь ли... Построить стену с Мексикой. Да, например, построить стену с Мексикой. Или общаться с журналистами. Потому что у меня есть одно такое странное воспоминание. Я однажды была в Белом доме, только не в американском Белом доме, а в нашем, который вот Белый дом, который Дом правительства. И я там была до этого, в 91-м году, во время августовского путча. И я помню, как мы подходили туда. Я помню, как бы, как вот этот мостик горбатый. А когда я оказалась вот сейчас, ну, не сейчас, а там года три назад, выяснилось, что метров за 200 это окружено абсолютно непроницаемым забором. Это такой форт Нокс с проходными номерами, никакого горбатого мостика, всё. То есть, отказываясь от общения с журналистами или считая себя необязанным слушать их неприятные вопросы, Навальный на самом деле сейчас просто вот копирует поведение того человека, который построил забор вокруг этого Белого дома, да, который сделал из себя и своего правительства форт Нокс. И ещё есть такая интересная, на самом деле, деталь. Мне очень нравится сравнивать. Это не первый я придумал. И вот, например, этим занимается блестяще наш коллега-журналист Евгений Фельман, который снимает кампанию Навального изнутри. А до этого он снимал избирательную кампанию в США, только, разумеется, не рядом с кандидатами, а с улицы, из толпы. Но, тем не менее, он всё время сравнивает кампанию Навального с американскими выборами. Потому что, ну, понятно, что американские избирательные кампании – это самое совершенное, что есть в мире политических технологий в этом смысле, да. Но вообще так часто бывает, что человек, который кажется невероятно симпатичным, которому часто симпатизируют журналисты в действительности, реально для журналистов совершенно невозможный персонаж, неприятный персонаж. Вот, безусловно, таким человеком в Америке был Барак Обама, которого все обожают. У него блестящий, безупречный медийный образ. При этом администрация Обамы считалась одной из самых закрытых. Это человек, который обладал невероятным даром выглядеть в любой ситуации хорошо, в том числе потому, что он всеми этими ситуациями управлял. Конечно, они попытаются нас обмануть. Вы знаем это? Мы понимаем это? Конечно, они сделают все. Они дадут мне реальный или условный срок и попытаются оттеснить меня от участия в политической борьбе. Они не будут регистрировать все наши партии. Они будут морочить нам голову с митингами. Они будут морочить нам голову с судами. Мы понимаем это? Но сейчас мы точно знаем, как с этим бороться. Хорошо. Я хочу сейчас немножко переключиться. У меня такой вопрос. Галь, например, верите ли вы, что у Навального нету никаких контактов со взрослыми, хотелось сказать, с действующей властью? Ну, как со взрослыми? С пенсионерами, в смысле? С пенсионерами, в смысле. Про них я сказала, когда я говорила про гернтократию. Да, с пенсионерами. Что вы подразумеваете под словом контакты? Ну, переписки, встречи, сигналы. В смысле, администрация? Не дергает ли администрация президента? Можно, да, заострю? Попытки договориться. Не дергает ли администрация президента за ниточки? И не является ли на самом деле Алексей Навальный засланным казачком? Ну нет, это ты сейчас уже вообще прям перевернул все. Я имею в виду, что есть ли какой-то переговорный процесс, учитывая все, что мы перечислили про огромную сеть, про штабы, про возможности беспорядков, про то, что так или иначе с ним надо договариваться? Лика, я, в отличие от главного редактора одной известной радиостанции, предпочитаю не говорить того, о чем я не знаю точно. Но хочу сказать, что я могу базироваться только на собственном опыте. Видите ли, в чем дело? Когда в старые добрые мирные времена, когда мы с Иваном работали в издании, которое было номер один в России, в интернет-издании, да, со мной тоже пытались выходить на связь. И я лукавила бы, слукавила бы, если бы я сказала, что мы вообще никогда не контактировали с властными структурами. Контактировали. Но, базируясь на вот этом своем опыте, пусть небольшом, я хочу сказать, что у администрации президента или у тех людей, которые отвечают за взаимодействие, за внутреннюю политику, в администрации они или числятся советниками, неважно, у них, к сожалению или к счастью, всегда есть очень налаженные контакты и каналы, через которые они это транслируют. То есть есть несколько человек, которые отвечают за какие-то... Ничего тайного там нет. Это делается все всегда очень явно. Так вот, ни один из этих каналов, что называется, в моей сети не зазвенел. Нет, по моим данным не общаются. Так, про вашу сеть интересно, Ваня, ты что думаешь? По моим данным, тоже не общаются в том смысле, что не ведут постоянно, нет там никаких переговоров. Я даже не про данные. Мне кажется, что они ведут с ним переговоры в мэриях, в российских судах. Они ведут с ним переговоры, когда они решают, что нужно посадить в тюрьму его брата. Это да, вот это... Это способ ведения переговоров. Ну, в этом смысле у них, конечно же, контакты есть. Но в смысле? Алексей Навальный с ними ведет переговоры, когда отправляет одновременно в 80 городах своих представителей для того, чтобы ему согласовали акции. Так, а в тот момент, когда ему нужно срочно получить загранпаспорт, которого у него нет, и он едет за границу оперироваться и пишет письмо в администрацию президентом с просьбой выдать ему заграничный паспорт, и администрация президента ему отвечает и выдает оперативно заграничный паспорт. Ну, наконец-то сделали работу. Он написал письма везде, но в том числе он написал в Совет по правам человека, которые передали это Антону Вайно, или Вайна, правильно говорить, по-моему. И именно из администрации президента пришел... Одобрямс. Разумеется, не существует ни одного другого ведомства России... Паспорт. Не существует ни одного другого ведомства России, которое в состоянии самостоятельно принимать такие решения. Почему, собственно говоря, например, вот такой раздрай все время происходит во время всероссийских акций, в одних регионах действует так, в других регионах действует эдак. Потому что когда центр не принимает никакого решения, никто не знает, как действовать. Никто не знает, как с ним быть. А есть какие-то принципиальные вопросы, ну, типа, сажаем его на 20 суток, сдолбал, посадим его на день рождения Путина на 20 суток, ну, посадим. Как бы это понятно, где решение принимается. Не в суде же, разумеется. Выдадим паспорт, пусть валит отсюда, выдадим, а восемь назад не вернется. Вот. Ну, в смысле, там, посадим его брата? Посадим. Когда Навальный довольно грубо говорит о том, что... Довольно грубо, да, и как бы... И это не ласкает слух некоторых, наверное, там, публичных интеллектуалов. Им кажется, что это слишком такая уличная лексика, когда он рассказывает про жуликов и воров, которые сидят в Кремле, и которые, безусловно, принимают решения по поводу того, что с ним делать. Он абсолютно прав. В смысле, это действительно как бы... Да, не так много людей, которые всерьез могут решить его судьбу. В том числе судьбу выдачи, блин, ему заграничного паспорта. Что меня в этой ситуации забавляет и иногда даже радует, это то, что... И говорит, кстати, о том, что, скорее всего, если контакты происходят, то на том уровне, о котором говорил Иван, что Навальный идет всегда на шаг впереди, он навязывает им свою игру. Понимаете, он после того, как его посадили под домашний арест, он 9 месяцев провел в квартире. Я, честно говоря, думала, что как политик он кончился, и у него нет ни одного шанса вырваться. Но потом он снова начал им навязывать свою игру. Причем сначала это навязывание от мелкого хулиганства, можно сказать, да, когда человек срезает браслет и говорит, все, срок прошел. А то, что вы такие нерасторопные, это ваши проблемы. Я пошел на улицу. Срезает браслет и идет на улицу. Он навязывает им свою игру. Когда внезапно он говорит, а мы выйдем на улицу. И 26-го. Это навязывание игры. Он заставляет их действовать в предполагаемых условиях. Не они его заставляют действовать, а он им навязывает игру. Я бы не назвал это навязыванием своей игры. Наверное, да, как бы с какой-то... Тут есть угол, с которого кажется, что это именно так. Но мне кажется принципиально важным, что он действует в отличие от них открыто. Вот я часто... Мы с этим все много раз сталкивались, и я это очень явление не люблю в России, которое я называю про себя комсомольскими разводками. Потому что все, что угодно можно сказать публично, а настоящие дела решаются закрытыми дверями. И в этом принципиальная разница между Навальными и его командой, да, и высокопоставленными российскими чиновниками. Они открыто не умеют. Они не умеют в открытую играть. И поэтому каждое его публичное действие, его открытость, она рушит всю систему. Потому что, да, для них было бы гораздо выгоднее, если бы у них, наверное, были эти контакты. Ну, то есть, я уверен абсолютно в том. Мне кажется, что этих контактов, скорее всего, нет. Я не могу утверждать это со стопроцентной вероятностью. Мне кажется, что их нет, потому что то, что мы наблюдаем, явно свидетельствует о том, что он их все время ставит в неудобное положение. Ну, не думаю, что... А что это, как не навязывать свою игру? Это знаменитый фокус Джулии Ламберт с красным платком, когда ведущая актриса, то есть актриса, которая не должна быть ведущей, уходит вглубь сцены, поворачивается спиной, выбрасывает красный платок. Навязывание своей игры может быть разным. Они бы предпочли, чтобы все происходило так, как в случае, не знаю, с Михаилом Прохоровым или с потенциальным кандидатом в президенты. Это в их понимании. Даже такой кандидат может попытаться навязывать им свою игру, но это совершенно другой стиль. Это привычные для них переговоры, в которых они всегда побеждают. Потому что они играют на своей территории. Да, но как только это становится публично, прозрачно и совершенно вне плана, который у них есть, они начинают захлебываться, очевидно. Не знаю, я думаю еще о том, сможет ли ему... Ну, в смысле, играть прозрачно, пока ты идешь к власти, и пока ты находишься в состоянии плаката избирательной кампании, это как бы довольно просто. Ну, в смысле, это понятно. А что ж тогда нету этих 10 кандидатов, которым так же просто было бы повторить Навального? Я очень по ним скучаю, жду их. У меня вообще давным-давно мечта... Ну, как вот, Дмитрий Гудков же. Ну, Дмитрий Гудков, и я бы еще хотела... Новый Галин любимчик, я так понял. Кстати, это отдельно. У меня есть... Я сейчас подумала, какая там сложная интрига, сейчас не буду ее все озвучивать, но у меня всегда была мечта увидеть дебаты Сергея Капкова и Алексея Навального. А вы мне подсовывайте Дмитрия Гудкова. А ничего, что Сергей Капков очень плохой публичный спикер. А я хочу посмотреть. Он не очень хорошо говорит. Я как избиратель хотела бы увидеть эти дебаты. Это было бы интересно. Но, честно говоря, довольно специфический у тебя запрос. Какой-то очень московский. Специфический запрос. Я бы вот посмотрел на дебаты... Да, я москвичка. Я бы просто посмотрел на дебаты, например, спикера Государственной Думы с Алексеем Навального. Ну, просто хотя бы спикера Государственной Думы. Ну, в смысле, ты хочешь цирк, а я хочу какой-то реального разговора на моем языке. Да. Я считаю, что так было бы честнее. Потому что то, про что ты говоришь... Ты как бы... Ты выриводишь пример человека, который еще недавно находился внутри системы власти. И который нам симпатичен, безусловно. Да? Так вот мне... Это я хочу 10 Навальных. Который по-настоящему сделал... Ну, в смысле, всерьез. Довольно много всего сделал в Москве. И изменил жизнь в Москве к лучшему. Ощутимо. Да? Но мне кажется, что это не те люди, с которыми должен дискутировать Навальный. Безусловно, такие люди внутри системы власти есть. Но они не являются системообразующими. Вот что важно. А мне хочется, чтобы он разговаривал с системообразующими людьми. Если бы это были открытые дебаты, например, с Вячеславом Володиным, это было бы интересно. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь, честно глядя прямо в глаза, например, спикеру Госдумы, выступал по повестке. Это было бы интересно. Папа Локсимирон дизастер. Серьезно. Володин против Навального. Раунд. Раунд. Хорошо, давайте подытожим. Навальный нужен, чтобы что? Навальный нужен, чтобы у нас появилась реальная политика. Навальный нужен, как ролевая модель для очень многих молодых людей. Навальный нужен, как опытное поле для тех, кто придет за ним. Навальный нужен для того, чтобы мы перестали бояться сильных политических лидеров. Это на самом деле, мне кажется, интересный момент заключается в том, что это в каком-то смысле противоядие. Против того, что существует сейчас. Мы все слишком сильно напуганы абсолютной властью. Она нас завораживает, она нас деморализует, она нас очень сильно пугает. Поскольку мы очень давно не видим ничего другого, в Навальном нам проще узнать вот эту самую абсолютную власть. Хотя он от этой абсолютной власти так далеко, ребята. Короче, Навальный нужен для того, чтобы население Российской Федерации захотело то, чего у нее никогда не было и чего она никогда не видела. Захотела, по крайней мере, выбрать. Хорошо, в студии были Галина Тимченко, Иван Колпаков. Меня зовут Лика Кремер. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» в iTunes, в нашем приложении для подкастов в Android, и в приложении «Медузы» теперь и это возможно. И пишите нам до встречи через неделю. Пока. Пока, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова